Девочки, всем привет! Начинаем новый влог. Я не знаю, я плохо себя вижу, потому что сильно солнечно. У Феди был утренник. Он не выпускается. Просто многие спрашивают по поводу того, идет Федя в школу или нет. Сейчас немножко вам покажу. Просто он с мальчиком идет, там до площадки. Нет, он не выпускается. Ой, ой, девочки. Короче, я заревана. Как это, как обычно. Все как обычно, слезы сами текли. Причем, Арсений же выпускался. Там же и песни эти были. Там где мама моя? Блин, вот, понимаете, я даже не могу. Она мне, ну, короче, вообще. Красивые папоротники. Включилась, понимаете, девочки? Как так? Федя не выпускается. Что будет в следующем году? Ладно. Девчонки. Время летит быстро. Где мусор? Здесь у подъезда есть ведерки. Мусорные. Я прошла. Там точно есть у первого. Я его... Я еще включила? Здесь телефон. Песня классная. Я не знаю, вставлю вам кусочек или нет. Ну, прям чуть-чуть там. Там, где мама моя, там... Там, где мама моя, там счастливая, я там счастливая. забыла кстати я ее как бы знаю так подпевала даже плакал и подпевала цветут сирени цветут сирени но это другие они такие бледные или они выгорели но с другой стороны я же вижу что они в других местах яркие тоже на солнышке это сорт другой федик это я же знаю дорогу сейчас пройдем мимо нашего бывшего дома вот зайдем в один магазинчик он шарик валяется у нас вчера был сильный ливень дождь на вы видели она очень короче сильно-сильно сейчас испарение понимаете а я в кофте зачем поздно тебе поздоровайся девочки а чего ты чего ты кусает у меня кто-то а чё ты оденешь там холодно чтобы а в тенечке на самом деле жарко давай кепку то сейчас мы немножко здесь погуляем и кого славу и пойдем дальше вместе с вами мутно грязно или в очках у меня представляете сейчас ладно тогда сами немножко поболтаю подождите пусть он тогда хочу мне стоять одной сейчас расскажу руку поставлю чтобы не тряслась на кредит чтоб капюшон одеть шарик под кофту подходит в общем я руку поставила чтобы она мне не тряслась а ты лезешь и трясешь мне вот что хотела сказать стоять и арсений же они пошли в кино сегодня федя вон там мне кажется ведро мусорное есть выброси бахилы пожалуйста урна где-то здесь блин она же была и там и там ладно не надо сходить искать сама схожу короче я в растерянности арсений пошел мне не нравится что на меня солнышко вот так пятнами знаете что девочки и до сумбурно получается ну как есть эта жизнь в общем арсений пошел в школу и соответственно они в кино пошли кинокс кинотеатра кстати здесь недалеко пешком 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 а я пошла на остановку которая ехать пять минут и как раз вышла с запасом вышла запасом но переносом ой феди упадешь он раскручивает а там земля после дождя она короче федь ну не надо да посмотри на свои кроссовки на белую подошву посмотри какая настала нам через весь город ехать сейчас даже договорю ладно лезь что я говорю а нет я не буду смотреть я разговариваю потом поговорю посмотрю в общем что их и смотрите вы девочки а все не пошел кино я по пришла подхожу к остановке с маршрутка уходит стоит другая маршрутка остается времени 20 минут ну как бы уже у меня по времени потому что она едет пять минут не 40 опять минут а интервал у них 17-20 минут между ними она которая долго едет она едет 40 минут а еще вы получается как бы могут быть пробки вот это все дело ну то есть дольше вот ладно что я хочу сказать то что как-то некрасивый фон до обувь там я не видела что упал бы упал бы у них трясется я знаю вот и он едет но очень мы все ли в итоге поехали он едет и мне выходить на следующей остановке а он на вот перед этим как мне выходить он остановился на остановке и как будто бы у него что-то сломалось девочки а там длинная остановка прямо длинная и он потихонечку полез что-то там смотреть я нервничаю сижу в общем потихонечку поехал и вот зеленый горит и мы бы спокойно проехали если бы он чуть ускорился чуть-чуть нет а цветофор длинный и общем он меди замигал он остановился мы потратили на это про все 7 минут правда ладно я в итоге ну успела пришла без пяти что ли 10 нормально девочки я вышла вовремя даже с запасом ладно 6 минут наболтала что она болтала девчонки это знаете бывает такое состояние когда вы какая-то там истерика у меня не было истерики нет наоборот все так мило было но просто когда пустота потом вот я сейчас привела я давно не привела короче я сейчас привела и аж прямо стекли текли и мне легче стало и сейчас я говорю а у меня как-то вот я не могу сфокусироваться девочки вот знаете ничего не ёкает но идти приятно здесь потому что когда арсений и федя были маленьким и поэтому это тротуар чеку ходили кстати один раз но у меня воспоминания один раз знаете что арсений не любил сидеть в коляске любил стоять держаться вот сидячей коляске любил стоять и один раз упал здесь прям вот тут прям мыслишь как разбился не разбил слава богу в шапке был ну прям нырнул мы его оба как бы ловили но у дед ну упал девочки вы хотя оба были наши окна вот этот вот куст я его ломала но он тень дает но мне вот этот куст дерево пошли ну я говорю ничего не ёкать в принципе не платишь вот эти мотоциклисты мопедисты сейчас знаете что сделали ну что привлечь внимание вот этих парней очень сильно нажали на так вот федер вздрогнул я вздрогала ну вот знаете и этаж даже стой видела видела везде выпускники везде движуха везде прям слушайте прямо это а я так с этими с бахилами еду в руках чтобы привлечь внимание ребят которые собираются переходить дорогу понимаешь а а если глаза закрыта будто в турции слышите песню какая красивая а листья какие нежные ой девочки пойдемте подойдем к подъезду посмотрим раз уж у меня ностальгия тогда кучи но что изменилось есть только кустики выросли больше на какую не сходи ничего не изменилось только дорогу сделали молодцы вот это да это приятно это молодцы но здесь дерево выросло больше калина по моему не они колена ну его прям сажали здесь ну в общем как то так ну хороший зеленый двор мне конечно вот этот момент очень нравится прям класс и на языке песня это про маму понимаете девочки а я когда вышла из маршрутки когда приехали мне надо было по идее вышел и немножечко назад идти а потом обойти там и идти вперед а я смотрю там короче протоптано тропинка уже чтобы люди протопали потому что ну неудобно именно назад а потом вперед я как увидела я быстренько то пробежала и чё будешь будешь прыгать будешь прыгать нет ясно а это вот федя сейчас по этим ступенечкам ходил а я говорю вспоминаю я же планировала на этой площадке с утра заниматься раньше выходить что в 6 7 и заниматься она в тенечке как раз но не успела виду не судьба пойдем до пешком хотя недалеко так по сути недалеко каждый день ходить шарик слетел с трубочки с палочки прям до весь грязный я говорю оставь он гордовой лопнем да не лопнет не лопнет фитя оставил просто просто оставь палку подними и мусорку выброси да нет 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 ведь ну провези провези сверху вниз теперь собираю вот это вот и вон мусорка вон ведро я вижу ему жалко было станет вот еще вот еще а я вам в том году покупала таких котят только в другой кулинарии напротив оранжевых помнишь на это пирожные птичьи молоко в шоколаде ну давай выбирай сейчас куплю здесь еще пирожки блинчики красивые просто красивые не хочу но красиво сейчас салатики баунте хочу себе вот это вот это на палочке которая да они вот это да да это лосьбенька русским в шоколаде ну давай так уютненько федер же сейчас у них обед в саду должен быть поэтому поэтому голодный как же как бы голодный арсений позавтракал в кино наверное он пупкорн будет есть ну не наверное по крайней мере если у них там получится купить там 4 ну человек 100 чем-то идет в кино потому что все первые классы насколько я поняла вот сюда щас пойдем в этот магазин сеть только ни к чему не прикасайся там потому что ты с сосиской вообще с едой и напитками магазина не ходят ну ладно будет сегодня исключение исключение исправил что потому что правила такие закон такой пакетики и корзиночки упаковка одноразовая посуда красивая всякая разная крафтовые пакетики прикольно я люблю просто даже посмотреть девочки домой пришли вот какие пирожные мы купили это как я сказала эскимо эскимо вы будете пополам есть и решить это мое лишь у нас тоже кстати любит очень сладкая вот такие вот со сгущенкой палочки вкусные ты бифштекс дела 8 штучек он тоже очень вкусный потому что котлеты котлетами а вот это бифштекс такой я делал даже не умею помидорки хорошие такие короче девочки запахом прям очень хорошие помидоры и огурчики кстати были по 129 рублей маленькие вот такие вот дела ну вот не успела девочки федя откусывает пирожные есть огурец пирожные огурец вкусно феди тебе ну хорошо приятного аппетита девочки всем привет села монтировать этот влог и решила экстренно внепланово включиться считаю что это будет очень логично потому что сегодня 1 июня день защиты детей я всех поздравляю у кого есть детки любите цените берегите балуйте иногда в меру своих детей уделяйте им больше внимания я сама грешу этим за что очень корю себя особенно в последнее время с каждым годом все больше и больше я это понимаю время летит быстро так что девочки вы все поняли поздравляю вас с днем защиты детей и ваших деток мои детки один садике второй в лагере сегодня первый день в лагерь пошел все ему нравится там мы созванивались и я сейчас села монтировать этот влог думаю как же как же не поздравить влог этот был снят 29 мая то есть несколько дней назад монтирую я сегодня 1 июня потому что я уже успела заболеть и выздороветь об этом я вчера рассказывал своем телеграм-канале кстати на ютубе тоже расскажу может быть завтра в общем почему я еще включилась утренник наверняка многие из вас начнут писать комментарии по поводу того что оксана у ребенка утренник выпускной а он одет не по праздничному типа не в рубашечке но девочки сразу забегая вперед хочу ответить на ваши комментарии а я уверена что будут писать потому что у меня видение одно на некоторые вещи у других девочек другое соответственно они любят навязывать свое мнение во первых федя не выпускается утренник ну как бы утренник утренником да а другие детки там не помню сколько человек в общем они выпускники они соответственно там рубашечка когда у меня федя будет выпускаться в следующем году он будет наверное в рубашечке а может быть и нет посмотрим вы знаете как я к этому отношусь у меня все не в прошлом году когда выпускался в саду он был джинсах в рубашке с закатанными рукавами не всем это понравилось но в галстуке то есть в кроссовках ну вот я у нас свадьба была даже элементарно в джинсах я была в зеленом платье ну понимаете вот мне так нравится вот и соответственно федя был в футболочке полосатой футболочке и это не просто полосатая футболочка это очень хорошая качественная полосатая футболочкой по ней видно что она очень хорошего качества во первых мне на нравится ему она нравится и она такая нарядная и у него еще были красные носочки с полосочку тоже красный серым то есть она все очень даже сочеталось вы возможно этого и не В общем, Федин образ получился очень такой яркий, нарядный и запоминающийся. То есть, мне нравится и ему нравится. Ну, в общем, как-то так. И к чему я это? Вчера Леша забрал мой заказ из интернет-магазина Lucky Child. Для тех, кто не знает, Lucky Child – это российский производитель дизайнерской детской одежды на каждый день. Как раз-таки и в пир, и в мир, и в добрые люди. Отличное качество, доступная цена. Качество просто огонь, девочки. Я очень рекомендую. У меня как раз для вас есть промо-код на скидку 750 рублей при заказе от 1500. То есть, вы можете сэкономить до 50% при заказе на сайте. Соответственно, я ссылочку на сайт обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, выбирайте вещи очень интересные, цены очень доступные. И вот знаете, я здесь приготовила как раз штанишки. Те самые штанишки, помните, которые я отбеливала кислородным очистителем, да, вот в кипятке. В кипятке, девочки, на секундочку. Я почему достала эти штанишки? Потому что тогда написали, что где-то что-то выгорело. Не выгорело, а именно, ну, отбелилась краска. Вот эти штанишки. Ну, вот смотрите, все одинаковое. При вас переворачиваю все. Это был луч солнышка. То есть, я на диване показывала. Вы понимаете, я положила в кипяток красную, ну, красные. Видите, какие краски хорошие. Во-первых, все сертифицировано. Ткани, краски, все гипоаллергенное. Качество отличное. Эти штаны, кстати, уже стирались еще раз. Ну, в плане, после того раза, еще раз он их носил, естественно, они стирались. Так что вот. Смотрите, девочки, что хочу сказать. Вот как есть сейчас, так и буду показывать. Вчера Федя попросил все посмотреть, достать. Я говорю, Федь, давай померяем, я сразу покажу на тебе. Он говорит, давай попозже, давай попозже. Вчера он был дома. Я говорю, давай попозже, хорошо. Только ты потом устанешь и не захочешь мерить? Буду, буду, буду. Девочки, естественно. Он полдня гулял на улице, пришел уставший. Я говорю, мерить будем? Будем. Ну, начал он с энтузиазмом, а потом он не любит мерить. А потом уже, но, девочки. Померил он все. И знаете, оденет на себя. Посмотрит, ну, вот так вот. В зеркало не смотрел. Он посмотрит, да, мне нравится. А что-то критиковал. Ну, критиковал, и я уже сейчас буду показывать, что он говорил, про что. Очень уместно. Потом, когда в зеркало смотрелся уже на себя, говорил, ну, мне нравится. Ну, вот, опять же, этим нюанс указывал. Вот сейчас смотрите. Вот эти вот штанишки. Вот, кстати, та полосатая футболочка. Толстовочка с салатовым капюшоном, в который он шел. Это все Lucky Child. Вы в любом случае на нем будете эти вещи видеть, потому что они шикарного качества. Их можно, я говорю, иногда что одевает. Он у нас очень неаккуратный, девочки, серьезно. Но мне не жалко, потому что пятна я вывести могу, а вещи не застирываются, не изнашиваются. Ну, быстро, по крайней мере. Вот сколько мы носим, да. Я очень рекомендую, честное слово. В общем, штанишки, к этим штанишкам, к этим штанишкам, я выбрала вот такой свитшот. Еще этикетку не сняла. Вот такой свитшот. Очень мягкий, очень классный, девочки. Здесь вот такой вот лейбл. То есть, вы понимаете, да, оно как раз все сочетается. Снизу манжетики, вот, мне очень понравился. И Феде тоже, оно прямо вот так вот трогаешь, мягенькое. А здесь вот такая вот ткань. Да, он одел, он говорит, мне комфортно, мне хорошо, я буду завтра это носить. Я говорю, конечно. Девочки, не одел, потому что я не дала, мне нужно вам показать. Дальше, девочки, вот такие вот шорты. Как бы они джинсовые, но мягенькие такие, прям, очень мягкие. Не такая джинса, которая жесткая, грубая, а вот мягенькая, прям приятная-приятная. Они ему великоваты, но я что сделала? Видите, цвет какой красивый. Ой, прям такой дорогой цвет. И они подогнутые. Так, ниточка какая-то чья-то. Что хочу сказать. Я ему здесь, вот они регулируются, видите. С этой стороны тоже регулируются. Я знала, что они ему великоваты. И это, соответственно, ну, на весну следующего года. Почему бы и нет? Ну, мне нужно было посмотреть, насколько велики. Я брала прям самые большие размеры. На Арсения там уже вещей нет. То есть, соответственно, там до семи, наверное, лет. До восьми, может быть, смотри, какие детки худенькие, не худенькие, да. Но на Арсения, к сожалению, уже вещей нет. Поэтому я взяла всё. Так, про запас что-то. Сейчас носить что-то. Пусть будет, полежит. Но всё равно он будет носить позже. Давайте начнём вот с такой футболочки. Тоже здесь бренд. Она тоненькая. Причём Федя, когда её одел, он сразу сказал, а она, говорит, другого качества. Я говорю, это как? А она на самом деле другого. Здесь написано, что 100% хлопок, но она прям тоненькая. Типа такая вискозная. Ну, скорее всего, это и есть вискоза. Вот. Но приятная. Она гладенькая, такая хорошая. В общем, вот такая вот футболочка. Дальше, девочки, комплект из двух футболок. Шикарные, мягкие. Прямо, смотрите, они вот вроде бы одинаковые, да, казалось бы. Зачем две одинаковые футболки просто в разных цветах? Ну, совсем по-разному смотрятся. Вот это синее, тёмно-синее. Ну, тёмно-синее, девочки, тёмно-синее. Видите, на рукавах вот такая вот строчечка. Здесь Lucky Child. Гладить не нужно, что я очень-очень люблю, девочки. Вы сами знаете. Я на вешалку вешаю, стираю, как обычно. Причём, вот штаны, которые я отбеливала, на них написано, что, по-моему, 30 градусов. По-моему, девочки, при 100 градусах положила их. Не сели, ничего. Как они на нём были, так и были. Ну, может быть, чуть-чуть подсели. Может быть. Или он подрос. Подвытянулся, не знаю. Вот такая, значит, футболочка. И вот такая вот тоже футболочка. Соответственно, с шортиками отлично смотрится. С любыми брючками, с любыми штанишками. Они как раз ему сейчас немножечко длинноваты. Я уж не говорю, что будем до того момента, чтобы совсем коротко. Но пока полежат. Может быть, до осени. Девочки, вот такой вот полок. Кстати, если бы заказ пришёл пораньше, ну, как оформлен, так и пришёл. Он быстро пришёл. Но я к тому, что на утренник, может быть, Федя пошёл бы вот в этом вот полок. Что ты сейчас сказал? Буду ходить на улицу и буду завидывать. Конечно, буду. Красавчик. Тебе самому нравится? Да. А, мы пуговку не застегнули. Нет. Какой? Вот так? Да. Вот. Ему понравилось. Он что-то как-то даже назвал. Кто это, кстати? Летучая мышь? Очень хорошая такая. Это знаете что? Это такая наклейка. Ну, в общем, это вышивка, наклейка. Короче, качество классное. И вот здесь, видите, на обратной стороне, вот воротничок, вот такая беечка плотненькая. И вообще плотное это поло. И здесь вот тоже бренд. Девочки, вот такая вот толстовочка, ветровочка. Качество просто огонь. А расцветка меня просто впечатлила. Я сразу с этими шортиками. Ну, представила, как это можно с джинсиками. Но я с шортиками, потому что они зелёного цвета. Ну, и, соответственно, здесь ёлочки зелёные. Это типа скандинавский стиль. Девочки, что он сказал про этот комплект? Мама, толстовка с шортами. Я говорю, в смысле? Да, вот ты гуляешь на улице. Прохладно стало, одел кофту. Так я говорю, ты штаны же одел. Я говорю, ну ладно, как хочешь. Ну, мне нравятся, вот, допустим, кроссовочки, носочки там коротенькие, да, шортики. Причём они же удлинённые такие, по колено, ну, не короткие, в общем. И вот такая вот толстовочка. Красиво. А он, значит, ему вот. А потом говорит, ну, она новогодняя. Я говорю, почему? Потому что там ёлочки. Я говорю, здесь нет игрушек. Он говорит, а вот это что? Вот это что? Я говорю, это не игрушки. Кстати, я не знаю, как вы видите, оранжевые. Я говорю, это не игрушки. Это цветёт так ёлочка. Очень, вообще, очень, вообще необычная, понимаете? Вот я говорю, та полосатая футболка, она обращает на себя внимание. Она, казалось бы, обычная, ну, она не обычная полосатая футболка. Я вам уже сказала. Любим мы её все, да. Причём есть ещё другие футболки. Но вот он её постоянно. Прям вот. И мам, я гулять, и её. Она комфортно одевается, она мягкая такая, ну, блин, классная. И вот, соответственно, я уверена, он, конечно, будет носить. И он сначала так возмутился, а потом пошёл к зеркалу, подошёл. Я, ну, мне не очень понравилось, что он возмутился, потому что, если бы я на него повысила голос, а он уже устал, он бы мог расстроиться. А я повысила голос, и я так развернулась, отошла, думаю, когда придёшь там в себя, я смотрю, пошёл в зеркало, посмотрела. И девочки, заулыбался, подошёл, такой, ну, всё, ему уже всё сразу нравится. А потому что, когда он ничего на себя не посмотрел, он вроде смотрит, вроде прикольно. Ну, какие-то у него, ну, это ещё настроение, от настроения зависит. Ну, блин, что делать? Девочки, вот такой вот спортивный костюм, его можно также гулять в город куда-то, да куда угодно. Очень красивый цвет, серенький, он получается такой вельветовый, мягенький. Вот просто, я не знаю, как вам передать, вот давайте вот так, мягенький, приятный. Что он про него сказал? Вот здесь, значит, вот такие вот лампасы по бокам, да, у штанов. На кофте тоже, но здесь шнурки серебристые, серебристые шнурочки. Он говорит, мам, почему они блестят? Мне не надо так. Я говорю, ну, их просто можно вынуть и либо заменить, либо просто убрать. Он же не застёгивается, когда одевает такие вещи. И вот вы знаете, этот костюм на сайте был представлен на девочке. Ну, я думаю, ну, серый нейтральный костюм. Я видела, что они серебристые, что они блестящие. Как бы сразу тоже обратила внимание. И видите, ребёнок тоже. Ну, мне нравится, что кому-то пофигу, откровенно говоря, что на него одевают, на ребёнка, да. А мне нравится, что мои дети выпендриваются и говорят, я это не хочу, это не буду, в этом не пойду. А в общем, вкус у них хороший. Ну, как я считаю, потому что я считаю, что у меня тоже вкус хороший. Девочки, от скромности я не умру. Ну, в общем, вот такой вот костюмчик. Вещи все отличные. Очень рекомендую, девчонки. Вот от души. Прямо переходите, смотрите, выбирайте. Вот эту вот футболочку полосатенькую. Он в ней, по-моему, ушёл. Она висит в шкафчике. Я к чему говорю, что вот если бы она... Вот 116-122 рост. Понятно, что он выкинулся. Понятно, что она ему немножко уже коротковата. Дело в том, что я, когда делала заказ, не было большего размера, ну, в наличии. Если будет, я обязательно закажу. Ну, вот именно 128-132 обязательно закажу, потому что это такая универсальная вещь. Прямо вот с серыми штанишками, с джинсами. У меня Федя ходил в прошлом году на день рождения к девочке в такой футболочке. Ну, в общем, конфетка. Поэтому я говорю, девочки, вещи дизайнерские, качество классное, цены доступные. Ссылочка в описании под видео. И не забудьте про мой промокод. Пользуйтесь на здоровье. Продолжаем смотреть влог. А мы, девочки, поехали на дачу. Я поспала. Федя поспал. Арсений не спал. Еморозная. А Леша приехал с работы. Ты поспал? И Леша поспал. Просто я на кухне. Федя в своей комнате. Арсений в нашей комнате. Когда Леша пришел, он в нашу пошел. А я так и продолжила лежать. Ну, в общем, короче, все отдохнули и решили ехать на дачу. Погода хорошая. Машин очень много. Все тоже едут сейчас на дачу. А человек шумно, да? Мы, в общем, встретимся уже там. Ой, солнышко. Несмотрел солнце на ровно 80. Я не поняла, что скажу. Да ровно 80 я. Солнце ведь не видел. Мама. Я, правда, не поделась на скалат, не важно. Да, дома они необычные. Там мы необычные. Да, необычные. Ага. Не успели. А, он же его спец взял. Я думаю, он только что там кладет. Надо косить. А тебе не холодно, Арсений? Что-то так здесь свежо, девчонки, вообще. Его велосипед там, ну, дома. Ходили же в кино они сегодня. Не понравился ему фильм. Не знал бы, говорит, не пошел бы. Везде трава. Трава, понимаете? А я в этих чунях. А мне нечего носить. Надо же что-то купить, девочки. А я же никуда не хожу. По колено трава. Где мои хосты? Ну, сегодня уж точно никто косить не будет. Видите, уже, в принципе, сколько, время 8, да? Вон она стоит на теплице, вы видите? Ожидает. Или это папа стоит. Караулит. Да. Ну, они же, наверное, спать лягут вечером-то. Девочки. Да. Видите, как все подросло? Вы посмотрите, какие заросли стали. Дождь же прошел. Тут сыро. Дождь прошел. И тепло. Мои пионы валяются. Отлично. Она сейчас подвязать будет. Хорошо. Люпинчик зацветает. Красавчик. Такой красивый, шикарный прям кустик. Шикарный кустик. Ладно. Пошла я. Как-нибудь перешагну. Опс. Тут панчик. Все, выше. Выше меня. Скоро будут одеть. Красота. Красота. Лепота. Пиончик. Ой, девочки. Заросли терновника. Понимаете? Ирисы в бутоны набрали. Не знаю, вам видно. Видно, наверное, да? Угу. Ой. Ой, какая красота. Нет, серьезно, красота. Это нарциссы. Их надо срезать. Здесь вообще травы очень мало. Здесь вот только сныть вот это вот. Ладно. Не сегодня. И не завтра. Не знаю когда. О, вот. Только ж вам показывала. Вот, только ж показывала. Вот. Видите, как быстро они растут. Хоста. Скоро здесь вот так прям большая будет. Шапка такая. Красивая. Девочки. Кокос пришел. И, представляете, представляете, она запаниковала. Она запаниковала. И все. Вы понимаете, что происходит? А косить когда-то? Я не знаю. Вон. Она, она прям на кокоса. Девчонки, что делают? Я-я-я-я-я. О, смотрите, что творит. Девочки. Кокос. Блин, вообще. Вот. Парит, парит. Девочки. Чищу картошку. Поранила палец. Представляете? Жалуюсь. Жалуюсь. Ключилась пожаловаться. Короче, полезла в комод. Мы же из дома увезли комод. Ящики лежат собранные в сарае. А корпус стоит здесь. А старый комод, который просто ящики ездит по деревяшкам. Ну, в общем, полезла в комод. Закрывала ящик и прищемила палец. Он легкий просто был. Ящик пустой. И хлопнул прямо МДФным фасадом. Ноготь отлетел. Он прямо съехал, содрался. Ну, а пух. В общем. Было больно. Я плакала. В общем, ладно. Картошку чищу. А я поставила вас, знаете, куда? На крючки, которые на холодильнике. А вам, наверное, там шумно. Холодильник не сильно шумит. У нас даже дома сильнее шумит холодильник. Но дело в том, что я хотела на холодильник. А нужен штатив, чтобы немножко наклонить вниз телефон. Я банку подставила. Никак. Прямо получается. И в общем, я только смотрю, крючки. И воткнула вас немножко неровно. Видимо, крючки неровно висят. Ну, визуально вроде бы ровно. Но они прозрачные и практически не видны там. Это к тому, что вот они, крючки висят. Они мне пригодились. Чищу картошку. Правда, картошку. Обычно я ее под водой чищу. А здесь, видите, вот она грязная. Я ее чищу. В воду кладу. А потом мы, ну, прямо вот из-под шланга, да, руками. И помоем. И, ну, в другую кастрюльку будем варить. Я к чему говорю. Леша будет мыть. Обычно этим я занимаюсь. А у меня не было лейкопластыря. Потому что там часть ногтя осталась. Ну, хорошо, что у Кати было. У меня остался он, кстати, в другой сумке. Я из старой сумки синей ничего не приложила. Ну, как ничего. Что-то приложила. Ну, пластырь оставила. Зато влажные салфетки взяла. Вот, фикс-прайсовской, этой, овощечисткой. Ну, она вот тут толстовата. В общем, нормальная. Туповато, толстовато, но я... Ну, это лучше, чем ножом. Вот, что я хочу сказать. Леша там подметается. На яблоне ругается, что от них много грязи. Он готов все спилить. Я против. А я против, потому что мне нужна тень. На плетень. Понимаете? Вот. Позвонила Кате как раз, говорю, у тебя есть лейкопассер? Она говорит, ну, что вы когда придете? Я говорю, давай вы к нам. У них, знаете что? У нас можно комфортнее посидеть в плане то, что стол и то, что стульев больше. У них стульев меньше. Если мы сейчас четвером придем, ну, кто-то будет стоять. Хочется, чтобы кто-то из взрослых. Дети, ладно. Вот, а хочется. Поэтому она сейчас детей кормит. Ну, точнее как. Федю Арсенева на качелях. Он сказал, я пока не хочу. Вот, Василина. Ну, а потом придут сюда. Потому что, видите, мы поздно приехали. Мы как бы и не планировали. Но вроде поехали, поехали. Поехали. Погода хорошая. Единственное, что у нас здесь чайка напрягает. Но, я надеюсь, все будет нормально. И она... А, вам же не мешает крючок? Вы же их не видите? Потому что я вот, как бы не понимаю, видно вам картошку? Вообще, видно ли вам, что я сделаю? Потому что крючок мешает. И с одной, и с другой стороны. Вот. Сейчас салатик приготовлю. Капустку купили. Ну, эту свежую, свежую. Маленькую такую малышечку. Забыла дома взять. У меня капуста есть. Вот это крест-салат. Крест или какой-то там. Как раз надо было взять. Что-то я так... Ну, так собиралась, короче. Что тут говорить. Не взяла. Ладно. Чищу. Я в пакетик тут чищу. Если что, не на стол. И поставлю варить. Вернее, Леша помоет, а я поставлю варить. В общем, девочки, пожаловалась вам. Хоть мошек нет. А то вот не такое нашествие комаров. Вот они летают, я вижу. Ну, нормально. А у нас, знаете, что мы включаем на ночь? В розетку тайга. Зеленая тайга. В фикс-прайсе покупала. Три года назад. Зимовал тоже здесь. И колпачок уже потерян. Открытый стоит. Работает, девочки. Отлично. Это я к тому, что бюджетное, ну, средство, да, работает отлично. Я даже вот не переживаю. Правда, сейчас мало там осталось. Ну, вообще мало. Ну, оно расходуется, бутылочка эта, долго. Нормально. Купим еще. Ну, прям простое. Не надо там что-то переплачивать. Просто вот проверим на три года. Один раз купила и забыла. Так что, это у меня еще здесь дикий виноград этот мои эти стоят. Видите, листья, ну, не лезут, а корни дал. И еще у меня стоит маргариточка. Это Федя в прошлый раз. Ну, или позапрошлый, когда мы тут приезжали. Она же долго стоит. Радует глаз. Вот. Короче, такие вот дела, девочки. Все вам рассказала, все показала. Нормальная, нормальная вообще чистка. Приноровиться, если можно работать ее. Это как Арсения сейчас прыскали от комаров. Пап, говорит, папа прыскал. А, говорит, сколько это средство работает времени? Леша, работает. Не знаю, говорит, работает ли. Еще типа слово работает. Арсений часто говорит такое слово, что типа не действует, а вот именно работает. Ну, понимаете, да, как надо? Сколько этот продукт работает? Ну, он, может быть, у меня наслышался из моих видео. Ну, не знаю. И что-то у меня, знаете, я сегодня, наверное, перегрелась на солнышке. Я вообще включила? Включила камеру там. Ну, потому что много ходили, по солнцу ходили. Я же не люблю это все дело. К чему я пришла домой. Дома прохладно, хорошо. И у меня чего-то, почему-то побаливает горло. Я новомин взяла. Вот. Просто боюсь, что мало ли вдруг. Пусть прямо здесь будет. У меня здесь есть корень. Что-то еще есть. Вот. И новомин взяла обязательно. Все, девочки, осталось тут немножко. Пока нам хватит. Дочищаю. И все. Идет сюда. Вот. Чтобы вы понимали, где вы у меня стояли. Прямо вот так вот я поставила. Это хорошо. Картошка сварилась, девочки. Тень падает. Ну, уж извините. И у меня бутылочка из-под магния. И в ней масло нерафинированное. Ну, в общем, я уже полила. Да. И магни, и масло будет очень-очень хорошо. Ну, это я в прошлый раз налила. Когда брала, чтобы бутылка всю и дома была. Ну, в общем, понятно, да. Чтобы знать, что вот она есть. Все. Сейчас я уже в куртке перемешаю. И пусть стоит. Пока. Девочки, какая красивая картина. Вот серьезно, прям не могу. Вот я сейчас режу салат. А, там у нас шеи лук свойский. Ну, я уже на дно порезала. С гретки. Укроп нет, не наш. Ну, в общем, короче, я так понимаю, вообще в этом году у нас будет тупо... Что будет? Щавель, если вырастет. Укроп. Петрушка есть. Но я не хочу ее в салат. Я ее не люблю. Что? Все? Ну, в общем, серьезно вам говорю. Ничего сажать не буду. С этими приездами, как мы приезжаем... Я не хочу свою нервную систему портить. Купим. Купим то, что нужно будет. И все. Овощи будут недорогие. Ну, вот. Это будет выгоднее, чем бензин гонять и приезжать поливать. В нервном напряжение. В общем, да. Красиво, да? Скажите. Ну, прям вот зелень. Вот эта зелень. Мне прям так нравится. Ладно. Готовлю. Знаете, что? Наверное, увидели, а я ничего не сказала. Ну, в плане... Ой, прямо надо говорить. Нет. Это я купила сегодня впервые попробовать. Ну, вот он на меня смотрел. Я на него посмотрела и, в общем, взяла. Наверное, вкусный. Просто в тарелку. Не в салат, естественно, а просто в тарелку. Цезарь я не делаю. Я особо не умею его делать. Мне нравится, как вот в кафе где-то когда-то. У кого-то могу поесть. Сама я ни разу не делала. Или один раз делала. Мне не понравилось, как я сделала. И поэтому... Вот поэтому как-то так. Ой, девочки. Картина маслом. Картина маслом. Здесь я пенку снимала с картошки. Чтобы вы понимали, здесь попки лежат. Ну, в общем, все как должно быть. Ты чем занята? Тебе не жарко? Не жарко? Когда холодно, ему не холодно. Когда жарко, а сейчас жарко. Ему не жарко. Смотрите, бисероплетением занимаются. Это Василина. Василина, тебе нравится прям, да? Даже поднять можно. Мама у нее тоже, у нее колечко. Мама ходит с колечком. Василина мне же дарила. Помните, помните, мне дарила Василина. Дома. Ну, так я как бы не это. Ну. Ну, да. Лучше здесь не носить. А у меня помнишь оно? Ты мне должна была его отремонтировать. Да. Да, переделала. И что? И дальше что? Что дальше? Ну, ты мне его переделала и отдала? Да. Да. Ну, ладно. Не помню. Как это? Подожди. Нужно какие-то убрать, чтобы нам было удобно. Лешку. Зачем? А я вон с тех подушек на улочке взяла постирать. А, ну, привезли, привезли. Просто еще не это. Ладно, играйте. Девочки, смотрите, говорят, я тебе нашел применение опрыскивателя. Представляете? В нужное место при чем прыскать? Я говорю, не надо. Не надо в том плане, чтобы оно грязное-то не было. А, чисто. Ой, класс. Торопимся, торопимся. Удобная вещь. Ну, понятно, что удобная. Наковку нажал, нужно место, попрыскал. Что-то ищать не надо. Да-да, бутылка в кадр попала. Не люблю, когда вот что-то попадает. Откуда она вообще там стоит? Да это была вода, да. И главное, вот стоит, ну, ни туда, ни сюда. Уже к столу бы ближе поставить. Вон, к тому, вон, к тому. Ну, либо, ну, понимаете, да? Ну, в общем. А сам на меня иногда... Я картонку берегу от телевизора. И это... Выброси ее. Я говорю, я ее использую. Ничего, что мог тебе лицом-то? Я говорю, я ее использую. Долго она здесь будет валять. За сарай положи, девочки. А сам бутылку пустую оставил. А я что? Я принесла посуду. Ах ты, блин. Мошка залетела. Девочки, мошка залетела. Ладно. Сейчас уберем. Посуду принесла. Салат сделала. Сейчас помажу. Чтобы он сильно сок-то не пускал. Это детям. Если, ну, они не будут салата, вот кому-то что-то порежу. Хлебушек. Вот этот вот хлеб. Очень вкусный. Если его пожарить. А мальчишки, мальчишки, девчонки будут жарить по-любому на мангале. Господи, это же мангал, да, у нас? Ну, в общем, по-любому наш ампура будут насаживать. И сами будут стоять, жарить. Он очень вкусный. Вот. И картошку, картошку вы, в принципе, видели. Поэтому, в принципе, все. Не знаю, как видно. Хочу вам показать вид отсюда. Ну, вообще прикольно. Я вам хочу сказать. Там же фонарь светит. Как раз освещает. А вон она. И Дуся идет. Катя идет, Вася идет. Все, сейчас скажут, не снимай. Все, девочки, не снимаю. Катя, я могу тебя снимать? Нет. Дуся. Дуся, Дуся, не успеваю делать. Дуся, Дуся. Регулируйся. Это кто? Вода? Пиво. Пиво надо пачать. Пиво, слава богу. Все, тихо. Прошла, прошла. Говорит, не надо меня снимать, самоход. В общем, все, девочки. Буду с вами прощаться. Смотрите, какая я. Влажность, влажность. Дой же прошел. И как бы испарение. И я в думе была еще. Короче, красотка. Как обычно. Все, девочки. Спасибо, что были с нами. Всем пока. А мы будем отдыхать. А ты меня снимаешь. Все, девочки. Всем пока. Пока.